Как вы уже знаете, расследованием убийства журналиста издания «Украинская правда» Павла Шеремета занимается Американское федеральное бюро расследований. Вчера представители ФБР прибыли в Украину и уже провели встречу с главой национальной полиции Украины Хати Деканаидзе. В то же время, по моему мнению, сотрудники ФБР могут столкнуться с большими трудностями в расследовании данного преступления. Вчера в средствах массовой информации Украины появилась новость о том, что подчиненные заместителя главы национальной полиции Украины Хати Деканаидзе, а именно Вадима Трояна, занимались слежкой за журналистом Павлом Шереметом и проводили такую слежку в момент его убийства, что дает основание предположить, что работники национальной полиции имеют отношение к данному преступлению. Сразу же после этого на официальном сайте МВД выходит сообщение о том, что это все неправда. Сообщаем, что указана информация не соответствует действительности, вводит в заблуждение общества и распространяется целью негативно повлиять на репутацию Вадима Трояна и систему национальной полиции Украины в целом. Для того, чтобы вы поняли, кто такой Вадим Троян, кто не знает, я проведу краткий ликбез и пробежимся очень быстро по его биографии. Итак, как вы знаете, главой пресс-службы МВД Украины является такой человек, как Артем Шевченко. И, собственно, Артем Шевченко и написал данное сообщение на сайте МВД. Так вот, будучи журналистом TVI, Артем Шевченко несколько лет тому назад подготовил сюжет о том, как Вадим Троян, будучи менеджером компании Триолан, а как известно, компания Триолан владели Геннадий Кернес и Арсен Аваков, сегодняшний министр внутренних дел Украины, занимался отмыванием денег. Давайте вкратце посмотрим вырезку с этого сюжета, чтобы подтвердить мои слова. Журналіст знаку оклику Денис Бігус провел власне расследование и выкрив колоссальное коррупционное кубло, объединенное под скандальным брендом Триолан. И утверждает другая человек, очень похожая на Максима Дзяна. Для человека, очень похожего на регионального менеджера из Киева Вадима Трояна, она проводит тренинг, как работать без лицензии у Бровара. Проблема, почему нельзя просто людям подключать и не брать деньги за капельное измерение? Почему? Просто... Потому что нет ни лицензии, ничего. Вот потому что. Ну, в сумах тоже нет лицензии. За подключение деньги брать, установить, ну, как пожелание мастера. Но деньги за капельное, а именно 25 гривен, не принимать. Да, просто на турничка. Вот мастер говорит, я подключаю к интернету, хочешь тебя еще к капельному подключить? Вообще платить не надо. Вообще. А че он? Да хрен его знает. ЧА7, метеотехнологии, инвестфоу, а сигнал вообще понятия не имею в чему. Прямо вот это права на расправоку. Не знаю я. Не знаю. Абоненты есть, вот и все. Їм не потрібні ліцензии, адже в них є кеш. Їм не потрібна правда, адже в них є кернес, якому вона тим паче не потрібна. Канал ТВАй обов'язково звернеться до правоохоронних органів із заявою про викриття усіх цих незаконних оборудок кабельників-махинаторів. В своем сюжете Артем Шевченко заявил, что он обратился к правоохранительным органам, чтобы дали оценку законности действий Вадима Трояна. Интересно, как сейчас проводится расследование с учетом того, что Вадим Троян является зам главы национальной полиции Украины, а Артем Шевченко является начальником департамента по общественным связям МВД. Проводится ли расследование по сюжету Артема Шевченко? Это большой вопрос. Ну ладно, идем дальше. Сразу же после своей работы в компании Триолан на должности менеджера Вадим Троян после революции на Майдане попадает в подразделение в батальон Азов, который был создан Арсеном Аваковым. И сразу же назначается на должность командира данного батальона. Пробыв несколько месяцев в подразделении Азов, получив достаточно фотографий с тем, как он с оружием воюет, Вадим Троян был назначен начальником УВД Киевской области, опять-таки в структуре Арсена Авакова, является непосредственно его подчиненным. Пробыв на должности начальника УВД Киевской области, Троян был переназначен на должность начальника полиции Киевской области, а в последующем был назначен заместителем начальника национальной полиции Украины. Интересный такой скачок. Менеджер Триолана в компании Авакова-Кернеса, потом начальник подразделения в Азове, начальник УВД Киевской области, начальник полиции Киевской области и первый заместитель всей национальной полиции Украины. Нехилый такой скачок, как для человека, который просто работал менеджером в Триолане. Так вот, как вам известно, дорожный контроль разместил видеозапись из кабинета заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Сергея Чебатаря, на котором Вадим Троян, будучи в должности начальника УВД Киевской области, вместе с Чебатарем обсуждали вопрос, как собирать деньги из частных предпринимателей, в том числе ГАИ и УБЭПа. Вы нахуй выяснили и занимаетесь, вы готовы вот эти все? Я не могу, надо сейчас вспомнить. Я не могу, если я начну вспомнить, может, а вот это не надо. Нет. Нет? А зачем нам запоминали? Ну, а зачем вы нам запоминали? Так не напоминали. Хай они нахуй договариваются фирмой, то есть спонсор, с ним при трубе. То есть я знаю просто с которой спину реальности. Просто это участие. Хорошо, а что доишни? Что за 100 км? Доишники, которые могут для... В месяц, если взять 50 тысяч баксов и до сочинения, так, то 100 тысяч баксов за процеду. В размере 100 тысяч долларов они могут не рекомендовать, все заражено. Ну, не надо, что они куда-то появляются. Они прибегаются в воде саранта, без часа. И переносят, чтобы на эту хвили. Для тех критиков, которые считают, что я распространяю неправду, напомню, что Генеральная прокуратура Украины признала данное видео аутентичным, а именно видео, которое снимали работники СБУ во время проведения своей спецоперации. Согласно решению Печерского суда, данное видео является материалами уголовного дела и было похищено и незаконно размещено в интернете. По этому поводу возбуждено уголовное дело за распространение материалов досудебного расследования. И, как вы знаете, я уже публиковал решение Печерского суда о том, что Печерский районный суд постановил провести обыск компании Google в Калифорнии, компании YouTube, которые являются структурным подразделением Google, для установления данных личности того человека, который загрузил данные видеоролики. Теперь, что касается информации на сайте МВД о том, что публикация о якобы слежке за журналистом подчиненными Трояна является неправдой, хочу сказать, что после размещения видеозаписи из кабинета Чеботаря, сам Вадим Троя на своей страничке в Facebook написал, что Ростислав Шапошников является лжецом, провокатором, который за деньги разгоняет из США неправду. Возникает вопрос, если я лжец и говорю неправду, почему Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по этим опубликованным видеозаписям по статье разглашения данных досудебного расследования и направила запрос США на установление личности того, кто это сделал. При этом, по моей информации, Генеральная прокуратура хочет допросить меня по этому делу на территории США, но, правда, не знает, как это сделать. Так вот, если же по данной информации по кабинету Чеботаря, где очевидно, что это правда, Вадим Троян отрицает и говорит, что те, кто распространяет эту информацию лжецы, то почему нужно верить сообщению МВД по данному делу по слежке Павлу Шеремету? Ведь аналогичным образом МВД может отрицать правдивую информацию, что да, действительно, проводилась слежка подразделениям Трояна за Павлом Шереметом, но они это отрицают, как они это отрицали по делу Чеботаря. И что касается ФБР, как вам, работники ФБР, сотрудничаются и работаются вместе с Вадимом Трояном, заместителем Деканаидзе? Нормально то, что Вадим Троян является коррупционером, бандитом, который занимался отмыванием денег, который занимался коррупцией. Хорошо ли вам сотрудничать с таким человеком? Ответьте на этот вопрос. И вот мне теперь интересно, как ФБР будет проводить это расследование? Ну, допустим, Вадим Троян не причастен к убийству Павла Шеремета, но в то же время они проводили за ним слежку, незаконную, каким причинам не ясно. Будет ли вот это обстоятельство фигурировать в вашем отчете? Укажете ли вы в своем отчете, что подразделение Трояна проводило слежку? Да или нет? Вы скроете эту информацию? Или попробуете провести расследование, установить, правда это или нет? А если они причастны к данному убийству, объявите ли вы на весь мир, что национальная полиция, которая была создана на деньги американских налогоплательщиков, совершила убийство журналиста, издание «Украинская правда», которое также связано с американцами. Естественно, что американцами поддерживается. Как это будет выглядеть в информационном пространстве? На какую реакцию вы ожидаете? В то же время, если вы проведете расследование и установите, что убийство журналиста связано с каким-то олигархом в Украине. Ну так все же олигархи повязаны между собой. Все 100% олигархов связаны либо с Аваковым, либо с Порошенко. Как вы объявите результаты расследования в таком случае? Или же, допустим, вы объявите, что убили Павла Шеремета по заказу из России. Но вам ведь никто не поверит, это будет так же выглядеть смешно. Вас же засмеют, что вот опять спихнули американцы все на Россию. Таким образом, какой бы результат ни был данного расследования, он проигрышный. Россия не прокатит, троян не прокатит, олигархи не прокатят. Но очевидно, что данное преступление совершили не какие-то обычные воришки или какие-то преступники, которые не имеют отношения к никаким олигархическим мафиозным кланам, в том числе и во власти. Ведь это совершили люди по заказу, я думаю, что очень высоких лиц. Как в такой ситуации вы поступите? Мое мнение, это уголовное дело не будет раскрыто вообще. Продолжение следует...